Всем привет, мои дорогие! Всем хорошего дня! Чтоб все ваши дела, которые вы наметили сегодня, чтоб всё получилось. Пусть всё у вас будет хорошо. Ну, а я, как всегда, работаю. Вырезала из ткани вот такие элементики. Теперь покажу дальше, что с ними делать. Ну, а Танюшка мне привезла по Валберес. Пришли. Сейчас вот этот разверну. Пины мои. Ну вот, теперь мне есть чем заняться. Вот меня, знаете, такие подарки, они меня не радуют. Они меня оскорбляют. Понимаете? Вот это. Куда? Вот эти пять штук. Куда? Зачем? Лишь бы что-то отправить. Сколько раз вот присылали, вот, ну... Меня это прямо обижает. Не надо мне ваших подарков. Дюрских. Вы пришлите мне вовремя то, что я заказывала. А прислали позже, на четыре дня. Ой, да ладно, Господи. Хоть прислали. Пятьсот штук. Не знаю. Ну, может и пятьсот. Так. А чтобы доделать, сделать вот эти цветочки, нужна пищевая плёнка и бумага для запекания. Бумага для запекания есть, а пищевой плёнки нет. Так что я съезжу в магазин, куплю пищевую плёнку. И тогда вам покажу. Но это для тех, у кого нет машинки, чтобы пришить аппликацию. Очень всё просто. Давно это известно. Но я вам покажу. Просто хотела сама сделать, но и заодно вам покажу. Риночка прислала фотографии. Я говорю, Рина, из твоих фотографий открытки нужно делать. Красотища. Вот надо ж так уметь фотографировать. Бабушка отобрала у ребёнка игрушку и впала в детство. А он как-то просто машет этой палочкой. Красота какая! Вот сделала две пары серёжек. Вот эти вот. Вот эти. Цвета мёда, как я люблю. 8 сантиметров в длину. Тут агаты и сердолики. Вот такие маленькие, мелкие-мелкие. Такие прям вот, ну, пупасенькие. Вот. А вот эти с аметистами 8 с половиной сантиметров. Подвески вот такие интересные. Такие вот серьги. Ой, какой дождик-то пошёл. Сейчас посмотри. Дождик прям раз и прошёл. Я думала, надолго. Танюха, я поехал за Гришей. А ты смотри за мясом. Ест? Да я посмотрю. Надо его переворачивать. Надо. Осталось я за старшего. Курицу жарить. Такой дождик прям был. Так ливанул хорошо. Раз. И всё. И прошёл момент там. Прям 5 минут. И всё. Вот столбик, на мой взгляд. Крутики вот этот столбик. Объелись как эти. Надо вообще понять, как с вами обходить. Оксаночка прислала мне видео с Беляуса. Из Крыма. Так хочется туда. Беляус. Штормит, конечно. Водичка освежающая. Я в своей халабуде. Бимка не хочет идти купаться. Разок окунулся и хватит. Да, солнышко спряталось. Что это такое? Оксано на море. Солнышко выгнуло. А люди и есть. И есть. Сразу водичка заиграла, заиграла. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сегодня понедельник А народу-то прилично Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Жарко, но кто вон видите, кто разъед и кто как. Надо же даже чистые окна в троллейбусе. Вот наш риелтор. Костя сейчас там сидит в своем кабинете. Сюда бы тоже мне надо, в Леонардо, но вряд ли я успею туда и сюда. Потому что Костя будет забирать Сашу пораньше, наверное. Я, наверное, не успею. Фикс прайс бы надо зайти. Планов громадье, а времени мало. Пух летает. Это поля, что ли, цветут, наверное. Домик как разрисовали. Мои хорошие. Я вот с этими, что Таня мне посоветовала приседать. И я прям уже не хромаю так. Не, ну когда устаю, тогда начинаю хромать. А так нет. Практически не хромаю. Прямо даже странно. Вот, что значит физкульт, который у них. Оказывается, лечебная физкультура может творить чудеса. А я, честно говоря, никогда в это не верила. И, в общем-то, и приседания эти, не сказать, чтобы были какие-то там утомительные. Вот сколько пух. Ну, я так, ну раз в пять поприседаю, а потом надумаю, еще поприседаю. А нет, так и нет. Я же ленивая на это дело. Ну, все. Купила и мемори проволоку. И купила мне нужны были пластиковые шары разъемные. Хочу сделать из цемента подсвечник. И два коннектора купила. Попробовать. Как-то они мелковаты. Ну, попробую. Вот. Очень хорошо. Так. Ну, что-то. Цвети вот. Ну, вот. Дошла до пяти углов. Ну, видите, как у нас облака низко. Сейчас сяду на тралик или на автобус доеду еще. Одну остановку, чтобы не ходить, а то ноги устанут. Лавочки, цветочки. Что-то снимают для телевидения. Парки, парки. У нас город-то, собственно говоря, не миллионник никакой. Что-то 300 тысяч, что ли. Раньше больше было. Потом в 90-е парков и мест для отдыха на каждом шагу практически. Пошла фикс-прайс. Мне нужен стеклянный подсвечник, а их нету. Ну, ладно, все равно надо походить, посмотреть. Правда? Может, что-нибудь новенькое появилось. Купила кисточки. Купила вот такую штуку. Вот такую вот. О, девчонки, она такая приятная для ухода за телом. Она такая приятная. Ну, просто. Там губка внутри. Ой. Ну, разве можно нам заходить в эти магазины? Вот, кстати, купила... Как она называется-то? Маска для волос. Волосы-то все крашеные, перекрашенные. Вот. А то, что хотела, что-то не вижу совсем. Но хожу. А у меня время есть. Костя пошел. Таня сказала, что он раньше Сашу заберет. А нет, она забыла, что он пошел на массаж. Ну, а раз на массаж, это плюс час. Поэтому я тут недалеко от садика. Вот хожу. Сейчас в пятерочку схожу. Посмотрю тут. А мне нужно, знаете, что? Как она? Пленка пищевая. Вот ее бы не пройти есть. Она тут нет. Пакетики, пакетики, пакетики. Слушайте, я вот эти пакеты покупаю. Мне так они нравятся. На этой застежке. Так, ладно, буду смотреть. Пришла к садику. Жду Костю. Вон они там. Гуляют. Я уже с Сашкой поболтала. Вон он бегает. Говорю, играй пока с ребятами. Сейчас отец приедет и заберем тебя. Ему по барабану. Да, другие дети рвутся там из садика. Нет, этому был бы коллектив. Приехал отец, пошел его забирать. А он говорит, что ты его не забрала? Я говорю, так тебя прождала полчаса. Чего он будет со мной? Ему там так хорошо. Он играет. Там девочка какая-то у него. Прям с ней так. Я за ним наблюдала. Он говорит, что он будет стоять со мной ждать? Вот. Все, пошел отец. Залез к нему на коленку. Сейчас поедем домой. Какая простая игрушка. Ребенок второй день занят. У нас гости. Володя Терехов работал когда-то у нас. Ой, мы еще ездили в Финляндию раньше вместе с ними. Ребенок со Снежаной. Такие прям 20 лет назад. Практически. 23 даже, наверное. Вот. Они тоже хотят купить тут дом. Вот. Тут у Танюшки он расцветает. Таня, а как вот эти называются? Ирис болотный. А, это ирис такой болотный? Вот такой здесь. Ого. Ему воды мало. Ясно. Ну, это гипсофила, которая в цветочке, в букетике закладывает. Саша вон с дочкой. Ребят развлекает. Ребят, чтобы не болтался. Из таких завершенных или как бы уже вот этот получается. Вот это сделано. Сашка счастлив. Он сейчас ныл-ныл, чтобы никто с ним не играет. Я говорю, мы уже устали. Ты. Все. Костя водит, показывает. Ой, там сыро промокнешь. Можно попрыгать? Да. Сиреня цвела. Снежана говорит, надоело жить в квартире. Хочу жить в елочках. Как, говорит. Я говорю, да хорошо. Я говорю, у меня одна проблема, что я машину не вожу. С выездом проблем. Вот эти батюшки какие-то еще раз свели. Мы попасенькие. Ну, вот такой у меня сатуар получился. Вот такой метр двадцать длиной. Напомню вам, вот эти вот бусинки длинненькие. Это все натуральный коралл. Вот они, видите, они даже разного размера. А вот эти красные, вот мои хорошие, я не знаю, они холодные. Ну, что это? Камень или стекло? Вот не знаю, не помню. Я их уже покупала в прошлом году и вот убейте, не помню, что это. Вот. Ну, вот поставила я замок. Все-таки длина у него там, знаете, не метр восемьдесят, не полтора метра, а метр двадцать. Ну, потому что бусинок ограниченное количество. Вернее, бусинок-то много. Много вот этих бусин коралловых, в которые не проходит пин. Ну, как-то вот отверстие так, где уже, где шире. Я-то думала, что будет длиннее украшение. Ну, а как получилось. Уже вот так вот. Ну, так, мне кажется, симпатичненько. Можно длинные носить, кто длинные носит. Просто он у меня здесь не уместится. Вот. А я на этом с вами прощаюсь. До завтра. Берегите себя. Пусть у вас все будет хорошо. Ну, и пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...